Бум! Появились новые обвинения. Четвертая, заключительная часть о Майкле Джексоне и его наживателях, или же бывших друзьях. Мне в комментариях часто писали под первыми тремя частями, что со мной связались вот эти вот люди, ну, которые вот в видео, и другие дети, которые выросли с Америки, заплатили мне денег, там такие какие-то суммы большие они придумали, мол, чтобы я очернил имя Майкла Джексона, и вообще я, кто я такой, чтобы рассказывать о Майкле Джексоне в таком негативном ключе. Да мы тебя найдем, да и так далее, и тому подобное. Ой, сначала я, ну, что-то там пару раз подвечал людям в комментарии, ну, а потом понял, что люди до такой степени, не понимающие, мягко говоря, грубо говоря, дебилу, наверное, да, наверное, дебилы, то, что они не понимают, что я рассказываю часть жизни Майкла Джексона, которая была, эти события происходили с ним, это часть его жизни, именно эти события привели к тому, что он умер, он умер именно из-за этого, именно из-за этого он начал болеть, болеутоляющий принимать, пить, и еще кто его там знает, что он там еще делал, это его жизнь. Но это будет последняя заключительная часть, четвертая, а также будет еще пятая, где я детально все буду делать анализ этих всех четырех частей, и еще что не вошло в эти четыре части. Четвертая часть. Суд присяжных выслушал показания 14-летнего обвинителя Джексона, а также обвинителя по делу 1993 года, когда страны пришли к мировому соглашению. Я спрашивала Уэйда, а с тобой он ничего не делал, да? Он ведь никогда, никогда не обижал тебя? Я просто хотела узнать правду. Он заверял меня, нет, никогда. Я верила. Мысль о том, что Аманда узнает правду, моя семья узнает, все индустрии развлечений, все мои коллеги. Это было ужасно. Я даже допускать этого не хотел, потому что думал, что моя жизнь рухнет. Если бы я в открытую засомневался в искренности Майкла Джексона, моя бы жизнь рухнула бы. Я знал, что мне нельзя не хватит стойкости бороться с ним. Это точно. Он нервничал. Мы приехали к нему на ужин в Неверланд накануне суда. Он был подавлен. Мы были на ранчо с его семьей. Майкл выглядел ужасно. Очень больным. Там была вся его семья и его дети. Он как будто был в другом месте. Мы ужинали с его семьей и Пэрис. Пэрис, его дочь. Она хотела привлечь его внимание. Она тянула его за руку, повторяла «Папочка, папочка». А он словно был не с нами. Мне стало так грустно. А что, если он проиграет суд? А если его посадят? Они ведь больше не увидят своего папу. Тогда я понял, определенно, я должен спасти его. Тогда Майкл Джексон стал для меня не просто Майклом Джексоном, а старым другом моего мужа. И он его просто защищает. Но сейчас я понимаю, через какой ужас пришлось пройти Уэйду. Любовь бывает жестока. К сожалению. Помню, каким тогда он был бледным. Лицо худое-худое. Он был похож на безжизненную статую. Я дала показания, хотя и было тяжело. Любому на моем месте было бы страшно, потому что всюду адвокаты, прокуроры все набрасываются на тебя с вопросами, и ты на все должен отвечать и постоянно думать. Что ты говоришь? Чтобы потом это не оказалось хуже для Майкла Джексона? Я провела там всего пару часов, и это было ужасно. Если бы Майкла не оправдали, он бы получил пожизненное. Я был готов унести в могилу эту тайну о том, что у нас с Майклом были сексуальные отношения. Я бы ни за что никому не сказал правду. Точка. Хореограф Уэйд Робсон признал, что неоднократно в детстве спал в одной кровати с певцом, но он отрицает, что Джексон приставал к нему. Мистер Джексон когда-нибудь приставал к вам? Спросила адвокат защиты. Нет, никогда, ответил Уэйд Робсон. Это противоречит показаниям бывшей горничной Джексона, заявившей, что она видела, как певец принимает с мальчиком душ. Множество свидетелей заявляют, что Майкл Джексон плохой, что он делал все это. Они дали показания в суде. Множество свидетелей заявляют о том, что Майкл Джексон плохой, что он делал все это. Они дали показания в суде, но если найти двух-трех людей, которые скажут, что вот, они говорят обо мне, но это неправда, это неправда, лучше защиты не придумать. Суд присяжных признал Майкла Джексона невиновным по всем пунктам обвинений. Вот и все. Майкл Джексон невиновен по всем десяти пунктам. Майкл Джексон выходит из суда свободным человеком. Майкл невиновен! Майкл невиновен! 12 присяжных заседателей вынесли вердикт, основываясь на предоставленных фактах и уликах и действуя согласно закону. Нам не хватило весомых улик, чего-нибудь более убедительного. Мы не могли основываться только на показаниях мамы. Мне сразу не понравилось, что она щелкнула пальцами. Я подумала, какая некультурная женщина. Я считаю, что Майкл Джексон, вероятно, совращал мальчиков. После того, как мы выслушали показания, я стал сомневаться, что он мог просто спать с детьми в одной кровати 365 дней в году и ограничиться только попкорном и фильмами. Это очень подозрительно. Удивительно. Вы только посмотрите, только суд закончился, он шел на заседание суда, весь такой еле-еле-еле шел, бедный, бледный. Но как только суд закончился, он победил, он запрыгнул на машину и начал там просто плясать. Разве это не артист? Я представляю, каково тогда было Гевину и Джорди, когда тебе никто не верит, и ты не можешь добиться справедливости. Мне очень жаль, что я не смог рассказать правду, не смог помочь Гевину, не остановил Майкла и не спас других детей. Но я тогда не был готов. Никогда мне было 11, никогда мне было 22. Я был рад, что Майкла обожали, что он не сядет в тюрьму. Я не верил. Я не понимал, что сексуальные отношения между мной и Майклом были каким-то насилием. Я не считал, что он надругался надо мной. Было здорово. Я не понимал, что это ужасно. Тогда мне казалось, я любил Майкла. Я любил его, а он меня. И у нас была с ним определенная связь. И все. Тогда я не понимал, что он растлил меня. Я не чувствовал, что это как-то плохо отразится на мне. 2008-й. И к другим новостям. Неужели Майкл Джексон вернется на сцену Лас-Вегаса? Он скрывался за границей и не появлялся на публике. И вот, в канун Рождества, он внезапно появляется из ниоткуда в Вегасе и идет с детьми покупать подарки. Я пригласил ее на открытие шоу и попросил сказать несколько слов нашим танцорам, чтобы вдохновить их перед премьерой. И когда мы обсуждали, где и когда встретимся, он попросил захватить с собой вина. Это было неожиданно, но я был рад. Я хотел нормального общения с Майклом. Я подумал, круто, мы с Майклом снова встретимся, выпьем вина и, как взрослые мужчины, просто пообщаемся. Мы с Амандой пошли в магазин, купили вина, затем пошли к нему. Там был Майкл и трое его детей. И первым же делом он спросил, вино принесли? Там были такие большие красные стаканы. Он схватил стакан, наполнил его до краев и залпом выпил. Потом налил снова, полный, и выпил. А потом снова и снова. И еще, и еще. Я до того никогда не видел, чтобы он напивался. Мы пошутили, посидели. Мы вспоминали нашу прошлую жизнь, веселились. Потом посмотрели фильм, но Майкл не реагировал как нормальный человек на все происходящее. Он просто был как статуя. Майкл сказал, «Я скоро вернусь». И он ушел к себе, в свою комнату на второй этаж. «Прошло 30 минут, час. Вот уже и фильм закончился, прошло полтора часа, а Майкла все нет и нет». Было уже поздно, около 10 часов вечера. Мы с Амандой подумали, «А что делать? Что будем делать?» Я сказал детям Майкла Джексона, «А может вы сходите к папе, посмотрите, как он там?» Они такие, «Да все нормально». То есть, как будто, как будто это все было в порядке вещей. И больше я его никогда не видел. Июнь 2009 Мы прерываем выпуски из-за срочного сообщения. Что случилось, Дэп? У Майкла Джексона сегодня случился сердечный приступ. Его доставили в больницу. Новости CNN и другие источники сообщают, что Майкл Джексон в коме. Вы видите, сколько людей собралось создание больницы. Это ли не доказательство того, как сильно фанаты любят Майкла Джексона? Я был дома, ставил танец для нового шоу и, кажется, вдруг прислал мне смс. «Включи новости». Срочно. Сначала я увидел, как врачи скорой несут Майкла в больницу. Вроде как у Майкла была остановка сердца или что-то такое. Срочное сообщение. Ужасная новость. Внимание всех наших зрителей в Лос-Анджелесе подтверждает, что Майкл Джексон скончался. CNN сообщает, что следователи подтвердили смерть Майкла Джексона. Майкл Джексон умер из-за остановки сердца. Ему было 50 лет. Мне не просто позвонила мама погибшего друга. Это показывали по всем каналам. Я не готова была вот так узнать, что мой знакомый умер. Я была в шоке. Вы серьезны? В смысле? Нет, это же Майкл Джексон. Нет. Столько всего в моей жизни было связано с Майклом. Мы приехали в Америку из-за него. Он был важной частью нашей жизни. И вдруг его не стало. Он исчез. Наверное, это и есть шок. Когда ты в ступере и не веришь в то, что уже произошло. Боже, храни Майкла Джексона. Ты всегда в наших сердцах поп-король. Я был на работе и мне пришло сообщение от друга. Он написал, мне жаль. Я написал, о чем? Ты жалеешь? Я включил быстро новости, а там это. Мне было грустно. Первая реакция была то, что мы больше никогда не поговорим. И я не стану больше его другом. Снова. Я плясала от радости. Я лежала в постели и смотрела новости и тут же вскочила и подумала, слава Богу, больше никто не пострадает. Я танцевала от радости. Он больше не обидит ни одного ребенка. Я была так рада, что он умер. Майкл как-то подарил мне куртку. Я неделю лежала с ней в обнимку. Не могла поверить, что он умер. Это как потерять члена семьи. Он был нашим другом больше 20 лет. Тяжело было смириться с потерей спонсора. Едешь в машине, по радио Евопейн с песней и начинаешь плакать. Всюду напоминание о нем. И ты горюешь, вспоминая прекрасные моменты, прекрасные истории, как ты была на ранче, как мы с ним веселились, какой он был чудесный человек. И мне было действительно ужасно грустно. Я не знал, как быть. Я начал подолгу гулять по нашему району, потому что мне постоянно названивали, а я ни с кем не хотел говорить. Я не хотел говорить ни с мамой, ни с кем. Я не хотел говорить с мамой, ни с кем. Он просто сидел на тротуаре и страшно переживал. Он сворачивался калачиком и плакал. Журналисты преследовали меня, меня, моих агентов. И в какой-то момент мне просто сказали, что я должен сделать заявление. И я пошел в парк Санта-Моники, чтобы подумать, что я буду говорить о нем. Я ужасно благодарен за то, что ты сделал для меня. Благодаря тебе я стал танцевать. Благодаря тебе я занялся музыкой. Благодаря тебе моя жизнь такая, какая она есть. Мне очень сильно тебе будет не хватать, Майкл. Еще твои песни теперь звучат на небеса. Ну, что-то в таком роде, я думал сказать. Как-то так. Он помогал всем, кому мог. Больным. Он так много денег пожертвовал больным, слепым, всем, кому нужна была его помощь. И он был рад ее оказать. Майкл помог стольким людям, и иногда я видел, как он плачет от жалости ко всем страдающим. У Майкла множество положительных сторон, он во многом прекрасный человек, и я любил его за это. И даже несмотря на то, что он растолил меня, я все равно я все равно любил его. И мне тяжело примирить эти два чувства. Я до сих пор не знаю, я не знаю, как это сделать. Не понимаю. Предполагается, что трансляции будут смотреть от 750 миллионов до миллиарда человек по всему миру. Нас пригласили на его похорону. Мы пошли на церемонию. Это было что-то нереальное. Совсем не похоже на обычные похороны. Музыкальное выступление, фотографии Майкла на огромном экране. Сначала показалось, что мы пришли на какой-то концерт. Вообще-то там все было торжественно. Фанаты вели себя. Некоторые кричали «Где же Майкл? Где же Майкл?» А прощальная песня меня так тронула, что я заплакала. Пуэйд плакал на похоронах. Он не плакал даже когда его папа умер. Больше я его не оплакал. Я сразу вернулся к работе. Ну да. я с головой ушел в работу. Да. Просто работал. В моей карьере начался новый этап в хореографии и режиссура. мы с Амандой поженились, начали работать вместе. Вместе творить. Нам обрывали телефоны. Чем больше мы работали, тем чаще нам звонили. Вроде бы к этому мы стремились. Он работал на адреналине, а затем всегда начинались спад и депрессия. Я перфекционист. Я никогда не был полностью доволен своей работой. Никогда. Чем более успешным я становился, тем меньше удовольствия эта работа мне приносила, и тем больше стресса. Тот период он был очень мрачным и одиноким. наверное у него была депрессия. Я даже не знал, что происходит со мной. Мне казалось, мое сердце просто разорвется. Он психовал, он думал, что любое принятое решение будет неверным. Он плохо спал. Он не понимал, в чем было дело. мы все пытались ему помочь понять, в чем дело. Аманда всегда знает, что я чувствую и почему даже лучше, чем я. Но я не понимал, какого черта. Мне было грустно. Я злился. Она спрашивала, что случилось, а я отвечал, я не знаю. Мы много работали, часто путешествовали, жили интересной жизнью. Я помню, сказала себе, когда я не смогу думать ни о чем, кроме того, чтобы стать мамой, тогда мы и будем об этом думать. Ну и 10 ноября 2010 на свет появился КОА. Я впал в состояние абсолютной эйфории и думал, вот это оно, самое важное дело, самая важная работа из всех быть папой. рождение сына совпало с тем, что Уэйду предложили работу его мечты. Он всегда хотел стать режиссером. Майкл Джексон всегда предсказывал то, что он станет великим режиссером, таким, как Стивен Спилберг, и вот оно, два невероятных события в одно и то же время. Я стал папой, и мне предложили снять мой первый фильм. Требования становились все серьезнее. это был фильм с большим бюджетом. Группа постоянно ждала указаний касательно сюжета, касательно остальных съемок. При этом он не забывал про сына. Я перестал спать. спать. Ну, час, полтора за сутки я спал, а остальное время я просто лежал и думал, как жить дальше, как поставить картину. Волнение, сын, жена, работа. Я боялся где-то облажаться, и все дошло до того, что я просто перестал работать, я не мог работать, я отказался от фильма, я исчез. Я сказал агентам, менеджерам, не звоните мне, и я пропал. Я почти не общался ни с женой, ни с сыном. Я не знал, что творится, что-то грызло его постоянно. Говорят, что время лечит, но я думаю, в моем случае время делало столько хуже. Ты не можешь ни с кем не поделиться, тебе не может никто не помочь, ты просто застрял наедине с этим скелетом, и ты даже не понимаешь, что это такое. так. Я видела, что ему тяжело. По нему было видно. Я я милый, хочешь, я тебя запишу к психологу? Нет, 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 мама, не лезь, пожалуйста. Он не хотел говорить, он замкнулся, Джимми стал другим. Когда ты годами пребываешь в таком состоянии, ты начинаешь сходить с ума. Когда родился наш сын, у него случился нервный срыв, а я подумала, ну, наверное, все папы через это проходят. Всех пугает появление первого ребенка. Да, звучат ужасно стандартно, но я даже тогда не понимала, что он переживает. Да, он много спит, ну, ладно, значит, я встану пораньше и покормлю ребенка. Да, он не отводит детей в школу, значит, я отведу. Он спит, а я живу словно за двоих. Мы тогда просто выживали. Раз мы любим друг друга, мы справимся. Именно так я думала. Я думаю, что последствия растления, они полностью раскрываются, когда у тебя появляются собственные дети. Я видел со стороны, какие они невинные. Когда у тебя рождается ребенок, ты все проживаешь заново. Он почти дорос до того возраста, в котором Майкл Джексон делал со мной это. и мне сложно смотреть на него. Я вижу себя, и я боюсь сделать с ним то же самое, что со мной делал Майкл. В итоге я нашел психотерапевта, и я твердо решил разобраться, что со мной происходит. Я решил рассказать ему историю наших отношений с Майклом, но только хорошую часть. как он меня вдохновлял, как мотивировал, мы с ним дружили. Я тогда сказал Аманде, я не знаю, кто я, я не знаю, чего хочу, что плохо, что хорошо. У меня есть только всего, ты, мой сын, хорошая зарплата, но все равно я не знаю, как жить. Я так волновалась за него, он места себе не находил. Я постоянно видела ужас в его глазах все время. Я повторяла себе, держись, все пройдет, все будет хорошо. Что бы это ни было, он поправится, мы со всем справимся. Он моя семья. моему сыну тогда было примерно полтора года. Я начал представлять, что я сексуальный контакт, который был у нас с Майклом, что это происходит с моим сыном, что Майкл делает это с ним и первое. В моей реакции, когда я представлял это, была ярость, отвращение, желание бить его, убить его. Я убью любого, кто посмеет обидеть моего сына. Я начал задумываться, почему меня такую сильную ненависть вызывает то, что такое может случиться с моим сыном. Но когда я думаю о наших отношениях с Майклом, сексуальных отношениях, то я с теплотой, вспоминая об этом, с теплотой, это было здорово и странно. Я подумал, мне нужна помощь, я хочу докопаться. До истины, до истинной причины моего состояния, чтобы моему сыну облегчить жизнь, мне придется рассказать моему психологу о тех сексуальных контактах с Майклом Джексоном. я пошел к доктору Шоу и сказал знаете, все эти обвинения в том, что Майкл Джексон совращал малолетних это это правда. Со мной он тоже самое делал. Мы старались двигаться маленькими шажками, сходить к кому-то в гости, притвориться счастливыми, забыть об ужасах нашей жизни, хотя бы попытаться. У Эд и Саманды жили в Санта-Монике, а в Лос-Анджелесе тогда было полно футреков. И пока я ехал к ним, мне позвонила Эрика, моя жена. Она сказала, мне сегодня приснился такой кошмарный сон. Во сне Уэйд рассказал ей, что Майкл Джексон домогался его. Это было настолько реально, что она проснулась вся в слезах. мы с братом и Амандой пошли к футреку. Мы стояли и ждали свою еду и вдруг брат говорит, а знаешь, моей жене сон приснился. сумасшедший сон. Я сначала хотел как-то отшутиться, потому что я привык отвечать на все шутками, типа типа да я не знаю, ну конечно же, только не со мной, он же был просто моим другом. Да я вообще, ты посмотри на себя, я ему просто не понравился, и он со мной это не делал. Но тогда я не смог не смог сказать неправду. Я всего полтора часа назад признался своему доктору Шоу. И я опустил голову и говорю брату, ты знаешь, ведь это правда. я такой смотрю на него и думаю ты что шутишь так? Если шутишь, то не смешно. Я спросил в смысле? Ну то есть я с бит толку столько лет я его защищал Майкла. Не помню Аманда. стояла слева от меня. Я увидел как она согнулась словно кто-то ее ударил в живот. Она согнулась и аж стонала. А брат наоборот расправил плечи словно готов идти в бой. Кажется он спросил что? И в его взгляде было столько гнило. у меня закружалась голова я видела только сына и он держит его на руках и я смотрела на мужа на сына на мужа на сына они все развернулись и пошли к нашему столику и как только они подошли Шейн сказал Уэйд скажи Шанталь что ты сказал мам моя сестра всегда была очень эмоциональная она на все остро реагировала очень чуткая и она просто посмотрела на меня и тут же начала плакать мне было обидно за Ваита обидно за себя за защищала Майкла я очень испугалась за маму я боялась что она покончится как папа когда-то я боялась что она она что-то сделает с собой из-за стыда что не защитила его собственная мама собственного сына к нему в постель я врал им все эти годы я их обманывал и это ложь которую я всем повторял внушал то что он не приставал ко мне это это ложь это это версия легла в основу моей жизни в основу жизни моей сестры то как она его защищала моего брата то как он его защищал моего папа и моей мамы из-за Майкла моя семья раскололась из-за Майкла моя жизнь стала ужасной мы приехали в Америку и вот это все а теперь когда я открылся все знали что жизнь основана на моей лжи но у нас был сын о нем надо было заботиться и мы поехали просто домой там мы остались с Вейдом наедине и он сказал хочешь что-нибудь у меня спросить ты знаешь ты уверен что в твоей любви к сыну нет ничего непристойного и Вейд такой нет конечно нет я ничего не знала о расклеении малолетних о том как это бывает как это влияет на психику жертв когда они вырастают я была очень наивна я никогда с этим не сталкивалась а вдруг он врет не только мне сыну а и себе тоже вдруг он просто не понимает что он делает я возможно ему не доверяла возможно он чего-то боялся я не знаю я ведь я ведь всегда говорила они просто хотят стрясти с Майкла Джексона денег потому что он знаменитость но это конечно же все клевета я правда так считала а теперь я оказалась я оказалась не права я теперь по другую сторону я понимала почему люди так говорят но при этом у меня открылись глаза я увидела реальность увидела правду я вспоминала как тогда все было на самом деле его взгляды его касания и мне стало так стыдно перед мальчиками которые рассказывали правду а их затыкали трудно поверить что он поступил так с моим внуком он разрушил много жизней разрушил очень много жизней а потом началось что-то вроде эмоциональной разрядки гнев печаль снова и снова постоянно в самый неожиданный момент меня словно прорвало через две недели после того после того как я рассказал доктору Шоу я попросил маму пойти со мной на прием мама до сих пор ничего не знала но не сказал зачем мы с ней пойдем сначала психолог подготовил меня к этой встрече спустя полчаса к нам присоединился Уэй мы сели на диван он повернулся ко мне и сказал Майкл Джексон расстреливал меня с 7 до 14 лет меня будто поезд приехал я правда не знала я помню как она как она расплакалась и ее взросло она обняла меня и спросила почему ты мне ничего не говорил почему ты не говорил это сложный вопрос я не знал что ответить мы с ним обнялись вместе заплакали я сказала я тоже виновата в этом я твоя мама но я тебя не защитила именно это он хотел услышать я не хотел обнимать маму я был растерян и не знал как теперь относится относиться к маме я ничего не понимал я злился на маму я и раньше на нее злился злился что из-за этой дурацкой авантюры с майклом распалась наша семья да мне насрать кто он такой как ты можешь оставлять наедине с мужиком 7 летнего сына это же идиотство какого хрена я папа я до сих пор не могу этого понять да я бы никогда после этого Аманда еще 5 месяцев не пускала меня к ним мы с Уэйдом встречались в парке чтобы я могла увидеть внука было так больно я у меня всегда были отличные отношения с Амандой со всей семьей я никогда ни с кем не ссорилась и мне было очень тяжело наверное она винила меня он рассказывал о том как они с Мэклом Джексоном это делали когда их мама была в соседней комнате я и сама мама и знаете как ты могла разрешить своему сыну спать с чужим мужиком какого хрена в одной из наших встреч Уэйд сказал что должен кое в чем признаться он сказал что ничего ко мне не чувствует это последнее что мама хочет услышать от своего ребенка что я стала ему безразлична я спросила у нее как ты могла не знать не замечать она ответила я не знаю я не знаю не знаю как я могла не догадаться я бы хотела знать вернуться в то время и посмотреть на себя со стороны в каком я была трансе это повлияло на нас всех то что ты не заметила мои родные в Австралии злились на маму мы все родные здесь все злились на нее она стала виновата во всем даже даже больше чем на Майкла они злились на маму она разрушила свой брак все кинуло к ногам этого Майкла мне трудно ее простить я до сих пор ее не простила это признание как бомба свалившаяся на нас и хренакнула долбанула все разрушила все что казалось нам привычным безопасным конечно я хотела чтобы Джеймс был счастлив но я не знала как ему помочь у него тогда начали серьезные проблемы его папа заболел огромный стресс на работе и он сорвался он стал сам не свой он начал пить уходил куда-то по ночам не ночевал дома когда мы с ним начали серьезно ругаться я тогда не понимала что происходит и я впервые ему сказала это не отношение знаешь это ерунда это не семья все мы развалимся с тобой я ненавидел себя и не понимал за что я не винил Майкла я винил себя ведь думаешь что ты сам во всем виноват это все его манипуляции во мне видели взрослого но поймите я так и остался ребенком просто стал старше мая 2013 доброе утро рада вас видеть вы наверняка понимаете все что вы скажете здесь привлечет много внимания вызовет много присудов и пока мы не перешли к главному скажите как вы себя чувствуете как я себя чувствую это нормально я уверен в себе я знаю что так нужно что я должен рассказать правду несмотря на то что другие могут о вас подумать да я столько лет покрывал его но я больше не хотел врать я решил начать новую жизнь которая будет только правда давайте вернемся назад в 2005 судно мэйклом джексоном выли первым свидетелем защиты и адвокат мэйкла джексон вызвал вас потому что вы так рьяно отстаивали доброе имя мэйкла джексона а теперь спустя столько лет вы говорите что все это неправда да но почему ну во первых хочу сразу пояснить что подавленные воспоминания тут ни при чем как писали в газетах ну да я всегда помню что мэйкл джексон сделал со мной но я не мог ни эмоционально ни психологически принять и понять что это было сексуальное насилие что именно он растолевал у меня с 7 до 14 лет и несмотря на то что мне до сих пор страшно говорить и думать о том что было описывать детали все эти акты сексуальная близость между мной и Майклом все равно так намного лучше чем когда я врал и тут я узнал что кто-то прошел через то же что через то что прохожу сейчас я у него такие же симптомы как и у меня и мне захотелось поговорить с этим Уэйдом чтобы не чувствовал себя таким одиноким через пару недель после его признания я рассказал все жене я знал что обратного пути уже не будет в тот вечер стоял компьютер в нашей спальне я работала допоздна а он сидел на кровати на краешке кровати и просто ждал когда я закончу это было так не похоже на него я работала работала и вдруг я на него оборачиваюсь смотрю и говорю так может хватит на меня смотреть я смотрю а он он почти плачет он говорит Лора я должен тебе что-то рассказать он говорит Майкл не был хорошим он был ужасным человеком я видела что он он сейчас просто взорвется я не был уверен что решение было верным я мне казалось что это признание разрушит мою жизнь не передать словами как я был мне было страшно дело уже подходило к разводу мы с ним почти не говорили он заплакал мы обнялись и он говорит Майкл Джексон делал со мной то же самое что и с Вейдом он показал мне видео где он где Вейд рассказывает что с ним было в детстве и я поняла жизнь не будет прежней мне до сих пор стыдно мне стыдно я до сих пор думаю что сам это я виноват срочные новости TMZ для каких-то там кренделей Уэйт Робсон подает в суд на Майкла Джексона за растление малолетних чего бля он подает в суд на Майкла так он же умер да ты все верно понял он сказал что Майкл не трогал ее что они просто спали в одной кровати хотя Майклу было за 30 а ему 7 пусть на маму свой в суд подаст за то что она такая тупорылая овца за то что она разрешила спать Уэйт Робсон выступал свидетелем и предстал перед судом его допрашивал прокурор представитель стороны обвинения член прокуратуры округа Санта-Барбара хороший прокурор и Уэйт не колебался он настаивал на том что Майкл его не трогал то же самое было и с Эфчаком а теперь спустя столько лет они требуют миллионы долларов не не чистоты не правды не справедливости а просто заработать денег вам не кажется ли это странным как он мог придумать он все время меняет показания я тебя ненавижу чувак иди ты нахрен ты пошел в жопу козлина пошел ты нафиг Уэйт пошел ты нахрен будто проклят Некоторые преганные фанаты Майкла очень очень злые и мне стало страшно за нашего ребенка потому что некоторые из них посылают Уэйду угрозы не буду врать мне тяжело видеть и слышать что мне не верят что некоторые считают будто мне нужны только деньги и больше ничего судья отклонил иск хореографа против Майкла Джексона ходья Митчел Беклов отклонил иск Уэйда Робсона заявив что срок исковой давности давно вышел он не станет возбуждать дело только исходя из показаний одного человека Уэйда его официально послали нахер люди ведь даже не знали Майкла они знают только Майкла Джексона как потрясающего певца суперзвезду я не преуменьшаю талант Майкла Джексона он заслуженно стал звездой но как человек как личность он был ужасен и те кто пострадал из-за него должны иметь возможность открыто рассказать об этом насколько я понимаю зачастую жертвы насилия осознают все намного позже когда ты подвергаешься насилию в детстве ты даже не понимаешь что с тобой делают но когда ты вырастаешь когда у тебя появляются собственные дети все все возвращается все возвращается Майкл Джексон ужасен в Майкле было много хорошего люди думают раз Майкл Джексон хороший певец то он и сам хороший у него хорошая песня ведь он с детства выступал и представить что он мог делать такое с детьми я думаю у многих это не укладывается в голове я не защитила своего сына это всегда будет со мной у меня была одна задача один ребенок а я не справилась я много месяцев вела сказочную жизнь путешествовала с Майклом Джексоном ездила с ним в турне столько чудесных воспоминаний а тем временем мой сын страдал мой сын страдал чтобы я могла тусить мой сын до сих пор страдает я страдаю из-за всего этого секреты копятся и копятся отравляя тебе жизнь он все держал в себе но наконец-то смог рассказать я не хочу знать что между ними было я не хочу знать подробности я потом не смогу спать по ночам если узнаю поэтому мы не обсуждали их сексуальную связь я не знаю что я могла сделать но я жалею что не сделала это мне кажется я никогда не смогу простить ее за то что случилось с нашей семьей моим братом я люблю маму я ее буду поддерживать но я не уверен что смогу ее простить я не знаю сколько еще детей пострадало но вы можете себе представить силу его влияние все знали сколько детей у него постоянно гостило сотни тысяч десятки тысяч если моя история то как насилие повлияло на мою жизнь если то что я открыто расскажу о случившемся хоть как-то поможет другим детям которые пережили сексуальное насилие то я готов я хочу чтобы правда заглушила ту ложь которую я говорил годами это все слава она затуманила мой взор может я смогу простить Майкла если буду напоминать о том что Майкл был болен но простить себя я себя никогда не прощу он отнял моего сына детство убил мужчину которым он мог бы вырасти он был педофилом этим все сказано он болен нам тогда казалось нам повезло ведь он суперзвезда этот шанс дается единицам из миллиардов он говорил я помогу вашему сыну он такой талантлив вы можете на меня рассчитывать это звучит заманчиво виню ли я его я стараюсь простить я еще работаю на это я не 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 я не я не я